Всем привет! В этом уроке будем изучать сортировку кучей, которую мы уже упоминали в предыдущей лекции, и когда рассматривали визуализацию, и когда интроспективную сортировку рассматривали. Сортировка кучей на самом деле к методу разделяя властвую никакого отношения не имеет. Она на этом методе не основана, но раз уж мы начали сортировки изучать, то не упомянуть этот алгоритм совсем нельзя. Потому что алгоритм, опять же, простой, элегантный, сортирует на месте и сортирует за n-logan в худшем. То есть такой хороший конкурент быстрой сортировки. Давайте начнем с еще одного такого естественного квадратичного способа отсортировать массив. Называется сортировка выбора. В частности, вроде бы это такой метод сортировки, которым люди сами стали бы сортировать карточки. Если вам дали, например, карточки с числами, там от 1 до 10, то именно так, скорее всего, вы бы и стали их сортировать. Итак, что этот алгоритм сделает? Он на каждой итерации просто находит минимум в оставшейся части массива. То есть первым делом мы найдем во всем массиве минимум и поставим его на первое место. Потом найдем в оставшейся части, то есть пробежимся от 2 до n, найдем там минимум и поставим его на второе место. Потом пробежимся по массиву с индексами от 3 до n, найдем там минимум и поставим его на третье место. Ну вот это и реализовано здесь. Значит, вот он, вот цикл идет по i. Мы внутри цикла в переменную k сохраняем минимум в массиве от i до n. Вот здесь вот, то есть изначально просто мы считаем, что итый элемент и есть минимальный, а дальше мы бежим индексом g от i плюс 1 до n и говорим, что если мы встретили элемент, который меньше, чем у нас текущий минимум, то мы в переменную k просто и запишем. Ну и дальше мы на итое место, на наше текущее, поставим этот найденный минимум. Вот здесь это делается. Ну, в итоге получится, конечно же, отсортированный массив. Работает все это время, работает все это за квадратичное время. Ну, просто потому что, ну вот здесь вот, не знаю, мы делаем n итераций, а внутри каждой, но мы делаем на самом деле, на первой итерации мы пробежимся здесь от 2 до n, на второй от 3 до n, на третьей от 4 до n и так далее. Ну, то есть получится такая сумма арифметической прогрессии, и мы знаем, что растет она квадратичная. Вот это, так же как и сортировка выбором, как и сортировка вставками, работает за квадратичное время, и мы знаем, что это вообще-то совсем не оптимально, что есть алгоритмы, которые используются, которые работают за n-logan. Но все-таки у таких квадратичных алгоритмов есть и свое преимущество. Во-первых, они все-таки гораздо проще в написании, то есть здесь никакой рекурсии не используется, все сортируется на месте, ну и написать это совсем быстро. И как-то заранее понятно, что это работает корректно и что работает за квадратичное время. Поэтому если массив у вас маленький, все равно, не знаю, размера 100, то вполне можно такое написать. Не надо для этого реализовывать алгоритм быстрой сортировки, который рекурсивно что-то еще начнет делать. Это с одной стороны. С другой стороны, у этого алгоритма довольно маленькая скрытая константа во большом. Он тут особо ничего не делает лишнего. Ну, то есть он, конечно, каждый раз заново ищет минимум. Это немножко странно, это мы сейчас с вами улучшим. Но тем менее. То есть этот алгоритм такой простой и предсказуемый. По этой причине иногда такие алгоритмы, ну вот как сортировка выбором и сортировка вставками, можно использовать вот когда массив в рекурсивных более быстрых алгоритмах, типа там быстрой сортировки и сортировки слиянием, где-нибудь в конце рекурсии. То есть если массив стал размера там уже меньше, чем, не знаю, 30, тогда вместо того, чтобы дальше дробить его на части и там сливать, можно просто запустить сортировку выбором, например, или сортировку вставками. И это может там слегка алгоритм весь ускорить. Так, теперь давайте думать, как его улучшать. Это наш наивный алгоритм. У нас с вами такой стандартный в некоторых лекциях сценарий. Мы сначала придумываем что-нибудь наивное, а потом его улучшаем. Вот в этой ситуации мы улучшим его использование, ну такой нетривиальной структуры данных, с которой мы с вами уже встречались. Если вы понимаете, что это куча под названием лекции, ну, при чем здесь куча? Ну вот почему. Мы здесь каждый раз заново ищем в массиве минимум. То есть у нас кусок вот этот почти не меняется. То есть мы сначала поискали минимум в массиве от 1 до n, потом один элемент оттуда пропал, да, в этом массиве мы его поставили на первое место. У нас массив остался размера, ну вот с индексами от 2 до n, и мы давай заново там искать минимум. То есть кажется, что мы опять прочешем все эти элементы, конечно, найдем минимум, но возможно, можно было бы как-то себе и сэкономить. Ну и вообще здесь приходит на куча или там очередь с приоритетами, которая позволяет доставать из множества минимум быстрее, чем сканируя все множество, а именно за луган. Ну давайте так и сделаем и осознаем, что вот сортировка кучи у нас уже есть. Давайте вот что, вот так вот поступим. Нам дали массив a с индексами от 1 до n, давайте заведем мин кучу, ну то есть кучу, из которой можно доставать минимум, засунем туда все элементы изначально, вот оно сделано, а потом просто n раз достанем оттуда минимум. Вот и все, понятно, что, ну и положим его вот сортированный массив, ну можно было прямо и в массив a положить тоже, перезаписать его. Конечно же получится алгоритм со временем работы n log n. То есть положить n раз элементы в кучу стоит нам n log n, вытащить минимум n раз, но тоже стоит n log n. Вот такой очень простой алгоритм с оптимальным временем работы асимистатически и простой в реализации, ну по-моему для того, что у нас уже есть куча. Значит, вот на этом можно было бы лекцию останавливать, но давайте заметим, что этот алгоритм не является алгоритмом сортировки на месте. Все-таки как-то мы создали какую-то кучу для этого, использовали дополнительную память, вот мы в оставшейся части лекции этот недостаток сортировки кучей с вами поборем.